Мы все время говорим о фазовом кризисе и о том, что действительно несколько кризисов соединены здесь в одной точке. Какое-то всплытие реликтов. Возможно, да. Это было бы очень интересно. И это вот как один из вариантов. Но раз мы вспоминаем Израиль, вообще интересно посмотреть, что сейчас происходит в этой стране. Фактически мы говорим о том, что одним из признаков кризиса в государствах, где работают демократические институты, является нарушение нормальной системы разделения властей. Как известно, с три ветви власти – законодательная, судебная и исполнительная. И, возможно, и судебная власть всегда здесь находится в особой позиции. Но в отличие от законодательной, она не может сама принимать законы, что ли, за их исполнение. А в отличие от исполнительной, у нее, в общем, нет в ее распоряжении реальных силовых инструментов. Тем не менее, бывает ситуация, когда судебная власть едва ли не узурпирует полномочия всех остальных ветвей власти страны. А бывает и наоборот. Когда судебная власть резко ослабевает. Когда суд перестает быть независимым. Ну, понятно совершенно, что в этом случае у вас вместо баланса возникает противоречие. И уже невооруженным глазом видно, в какую сторону оно будет быстро смещаться. И мы вновь вспоминаем и инклюзивный капитализм с его швабом. И разговоры о времени коронавирусного кризиса. Мы вспоминаем тот факт, что происходит разрушение стандартных, нормально работающих демократических институтов. И всего того образа жизни, который эти институты обеспечивали. Ну, собственно, да, это началось в 2020 году, продолжается сейчас. Надо думать, что в 2024 году закончится. Кстати, обратите внимание, что в общем и целом демократически вроде бы Израиль игнорирует наличие сотен тысяч протестующих. Нет, я понимаю вполне формальную реакцию. Раз протестуют только 180 или 600 тысяч, значит, видимо, остальные 80 с лишним миллионов полностью одобряют и поддерживают курс правительства. Поэтому на протестующих можно не обращать внимания. Это в возвестной мере, конечно же, так. Но не забудьте и тот факт, что сама идея конституционного демократического режима заключается в том, чтобы работало два режима. А именно, большинство не могло до конца навязывать свою волю меньшинству, но и меньшинство не могло навязать свою волю большинству. Для этого-то и создавалась структура разделения властей. И вот теперь она ломается. И у меня ощущение, что в Израиле ставится эксперимент. С учетом предыдущего разговора при резком ослаблении судебной власти в Израиле неминуемо возрастет роль религиозных организаций. А это означает, что, возможно, мы действительно что-то услышим. В том числе и в отношении ЛГБТ и решению ООН по этому вопросу. Вы поставили очень... Вам вопрос поставили очень точно. Будем ожидать реакции. Но пока я не слышу ее даже от тех, кто вообще-то реагировать уже был обязан. Я говорю о Папе и Патриархе. Ну что ж, будем ждать. Время еще немного есть. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...